Девушки отдыхают В течение недели демоны скорости устраивают гонки со временем, пространством и собой. Счастливчики бьют рекорды, но здесь случаются аварии и трагедии. Приготовьтесь к гонке изнутри, на одной из самых скоростных трасс на Земле. Взгляд изнутри. Неделя скорости. Ее можно увидеть из космоса. Она в углу штата Юты с очень мелким озером, когда солнце и тепло испаряют воду. Остается лишь твердая корка соли, которая простирается на километре. Вложив немного труда, пустое дно озера Бонневиль делают гладким, как лед. Поверхность превращает быстрые транспортные средства в еще более быстрые. Мне нравится запах, мне нравится звук, особенно когда переключают скорости, когда мотор жужжит. Однажды пережив езду по этому пути, водители возвращаются сюда снова и снова. Я занимаюсь этим с 14 лет. Бонневиль для меня главное. Это мне понадобится из-за смены бедра. Поворот, вращение. Тяжело здесь. Тяжело. Слишком тяжело, чтобы это видеть? Да, я не видел. Это неделя скорости в Бонневиль. По всей трассе обломки, по всему пути обломки. За семь дней до начала гонок на скоростных машинах начинается другая гонка. Нужно сделать дно озера плоским и гладким. Очень важно сделать это хорошо. Майк Кук руководит этим шоу. Но в этот год не все идет по плану. Дно озера опасно неровное. Джим, мы не думали о том, чтобы доставить сюда грузовик с водой? Мы об этом не говорили, Майк. А все, что мы делаем, это занимаемся ерундой. Мы двигаем соль, Майк. Знаю, но это правда тяжело. Я знаю, проблема в том, что мы передвигаем пушок, а она собирается в дыре. И вот что получается. Малейший дерн может превратить гонку со временем в страшнейшую аварию. Попробуй рукой. И снова получается. Знаю, что было намного хуже, чем сейчас. Такие штуки были глубиной до 5 сантиметров. Гонщики хотят приручить эту трассу. За любую ошибку они могут дорого схватить. Вот что может случиться даже на хорошей трассе. Водитель в центре этого кошмара выжил. Он сломал палец на ноге, раздробил ключицу и несколько рёбер. Но всё же он снова вернулся. Я собираюсь бросить гонки, когда больше не смогу залезать и влезать из гоночной машины. Это Эрл Вуден, 74 года. И он не собирается притормаживать. Он готов попробовать соль Боннвилле ещё раз. Вот и мы готовы к гонкам. Школьники не могут ехать так быстро, как Эрл. Ещё через два дня они делают небольшой прогресс. Мы вынуждены срезать соль раз за разом, по полсантиметра за раз. Поскольку это игра, у нас есть только то, что дала нам матушка природа. Каждый миллиметр имеет значение. Сделайте слишком глубокую царапину и покатитесь в грязь. Можно скатиться в грязь, это липкая штука. Гоночная команда должна привести в порядок сливую поверхность для машин и мотоциклов. Это байк Макита Сузуки Хаябуса. Это кожный танец. Сьюзан Робертсон, одна из самых быстрых женщин. Ей 37 лет, и она провела полжизни, занимаясь гоночным спортом. Она рекордсменка, самая быстрая женщина на открытом мотоцикле в мире. Оцените положение. В этом году она наделала шума, смешав закись азота с бензином. Толчок азота и мотор становятся баллистическим. Сьюзан и ее команда направятся в Боннавиль, чтобы самим проверить трассу. Другие размышляют, стоит ли беспокоиться по этому поводу. Видите, где они развернули сани? Это примерно в 6 километрах. Ого, тогда им нужно много работать над длинной дистанцией. Том Беркланд, инженер-механик. Его машина одна из самых быстрых из всех, когда-либо гонявших по солевой поверхности. Здесь конфигурация примерно в 2200 лошадиных сил, а вместо бензина машина едет на алкоголе. Но в этом году, возможно, Том и не будет участвовать. Ему не нравится, как выглядит трасса. Здесь высокая влажность, поэтому поверхность трассы больше похожа на фруктовое мороженое, чем на то, что мы хотим видеть. Понимаете, оптимальное сухое состояние скорее должно напоминать бетон. Том, звезда недели скорости. Если он отступит, захотят ли другие участвовать? Это то, о чем Майк Кук предпочел бы не думать. Я не знаю, вы уже были в трейлере для регистрации? Всего через 24 часа транспортные средства должны проходить проверку. Тут нет команд, на которые можно просто положиться. И все будет сделано. Здесь есть 135 страстных добровольцев. Все люди, которых вы видите, которые работают, делают что-то, это все добровольцы. Здесь никому не платят. Все в порядке, босс, все хорошо. У меня есть футболки для членов клуба. 320 километров в час. Добровольцев используют даже как живые кулышки. А чтобы трасса была прямой, машина, которая отмечает линии, не должна останавливаться. В Боннавилле время — это все. Это самая сложная система в мире. Мы привязываем узел к какой-то старой проволоке. Для того, чтобы измерить время, используется 24 километра проволоки. Наша система измерения времени была сертифицирована международными организациями, которые утверждают рекорды наземной скорости. Это действительно хорошая система. Она замеряет скорость транспортного средства до 10 миллионных секунды. Вот как это работает. У нас есть вот такой передатчик и вот такой приемник. Они находятся на двух сторонах трассы шириной около 30 метров. Они находятся там день и ночь, все семь дней гонок. И когда машина проходит трассу, между ними образуется электронный глаз. Когда машина проходит через невидимый луч, электронное моргание посылает сигнал в блок учета времени. На участие в гонках зарегистрировалось рекордное количество машин. 379. Но Том Беркланд, звезда достопримечательности, не будет плыть по течению. Он решил, что трасса слишком неровная. Риск действительно не стоит вознаграждения. Вовсе не удивительно, что Том Беркланд отступил, потому что у него высококалиберная машина. Но для такой машины нужна идеальная горка соли. Это самая неровная трасса за долгие годы. Последует ли кто-нибудь примеру Тома? За день до начала недели скорости в Боннавилле водители встают в очередь по краю соли, чтобы узнать, ровно ли трасса. Я сюда приехал примерно в час тридцать, поэтому спал в мотеле на колесах. Мы решили, что хотим переночевать здесь, чтобы рано утром встать на техосмотр. Мы выехали из Репсоди в Южной Дакоте. Вчера утром в три часа и примерно в пять-пятнадцать встали в очередь. Все еще не сдвинулись с места. Я приехал сюда полтора дня назад, и я впервые за 15 лет вышел на соли. Видеть, как встает солнце и быть первым в очереди. Не важно, поставишь рекорд или нет. И не важно, насколько большую скорость разовешь. Мне это все еще кажется важным. Доброе утро, удачного дня! Большая часть экипажей знает колею и вступает в гонку, чтобы взять себе все самое лучшее. Есть такие гонщики, которые занимаются этим с 40-х годов, и они приехали сюда. Такие молодые парни, как я, мы в это только въезжаем. 50 лет назад, не знаю, знали ли вы, я здесь гонял на двухмоторном Харле и поставил рекорд. Старение обязательно. Взросление условно. Это просто отличное место, где можно встретиться со всеми друзьями. Мы приезжаем, чтобы увидеть всех людей, и каждый раз мы участвуем в гонках. Немного этого, немного того, немного этого. Здесь нет чужаков, здесь самое классное. Расскажи мне о своей одежде. Это мое нижнее белье кочевника, и мне приходится надевать этот тяжелый рабочий пожарный костюм, но сейчас я его не надеваю, потому что он слишком теплый. Я тут стою в нижнем белье и считаю, что это самый классный вариант на какое-то время. Все задают одни и те же вопросы. Как трасса? Мы сделали все, что в силах человека, чтобы сделать самую лучшую трассу, после того, как в этом году на ней пагубно отразилось влияние матушки природы. Мы сделали трассу настолько гладкой, насколько это возможно. Мы думаем, это поддержит события, но мы хотим не побудить проехать трассу, а потребовать проехать трассу после этой встречи. Мы хотим, чтобы вы приняли решение о том, насколько тяжелым будет первый заезд, и насколько это действительно тяжело. Потом мы всех отпустим. Мы разрешаем всем проехать по гоночной трассе перед соревнованием. Если они сомневаются, то я считаю, лучше поставить машину в гараж и не участвовать. Трасса довольно плохая. Как я сказал Эрлу, ему нужно быть очень осторожным, потому что трасса неровная. Если он собирается набрать больше 480 км в час, то ему нужно поближе на нее взглянуть. Авария Эрла в 2001 году научила его тому, что такое риск. Но неровная соль этого года не беспокоит его. Я как следует присмотрелся к трассе, и я думаю, что по ней можно ехать. Посмотрим, что на ней вообще можно сделать. Не важно, какова скорость. Я думаю, утром мы выйдем и взглянем, посмотрим, как, что. Тогда и будет ясно. Машина Эрла – одна из самых быстрых машин, которые ездят на бензине в мире. Но неделя скорости славится разнообразием. Здесь можно участвовать более чем на тысячи разных транспортных средств. Нужно выбрать конфигурацию, выбрать объем мотора и топлива, и так далее. Но перед тем, как отправиться в путь, нужно пройти осмотр. Нужно посмотреть, как это работает. А сейчас включено или выключено? Это здесь называется катапульты безопасности. Это новейшая машина с превосходнейшими водителями. Если на трассе у них возникает проблема, например, пожар, они могут остановить машину и не паниковать, и покинуть машину за адекватное количество времени. 13 секунд. Отлично, превосходно. На случай пожара Эд и Крис Ширер готовятся к самому худшему – в дальней точке трассы. В течение 20 лет они были друзьями, которые нужны гонщикам в случае пожара. Мы были разбойниками в седьмой миле. Мы обустроили свою машину. Мы везем 500 литров воды. У нас есть водяной насос. У нас есть вода. У нас есть огнетушители. Всякая химия. Ну, в общем, все, что мы делаем, это заливаем огонь водой, потому что огнетушители есть в каждой машине. Это также время еще раз проверить тормоза. Это окружение, в котором мы находимся, опасно для жизни. Если что-то сделаешь неправильно, это может стоить тебе жизни. Может, Эд Шэдл и ушел на пенсию, но ездит он по-прежнему быстро. Если он не пытается побить рекорд, то спасает несчастных гонщиков или испытывает последние технологии. На солевой поверхности водители упаковывают парашюты, которые сделают остановку более мягкой. Эд Драмхеллер Эксперт. Моя безопасность зависит от него. Это единственная машина, которая использует это для раскрытия парашюта. Этот мешок использовался для программ НАСА, Меркурий, Вены, Аполло. А также такой мешок используется любым парашютистом, который совершает прыжок. Если парашют не раскрывается, то машина катится очень опасно. Три года назад таким образом водитель погиб. Этот удар блокирует мешок и не дает куполу раскрыться, пока веревки полностью не разворачиваются. Эд собирается проверить свой парашют и свой характер на вероломной трассе, на скорости, которую трудно вообразить. Мы все знаем, что такое 50 километров в час. Но попробуйте 100. Или даже 200. А это 400 километров в час. Скорость, к которой в Боннавиле многие стремятся. Лучший гонщик может достичь 600, один километр за 6 секунд. Такие вещи ставят рекорды и могут стоить жизнь. Доброе утро, гонщики и фанаты гонок. Добро пожаловать на 57-ю ежегодную неделю скорости в Боннавиле на соленой поверхности. Похоже, сегодня здесь прекрасный день. У нас чудесные условия, никакого ветра, чистое небо и отличное для гонок температура. Подготовка закончена. Пришло время шоу. Теперь пришло время снять официальные шляпы и надеть гоночные. Началась гонка. Майк не только управляет этим событием. Он и водитель тоже. Это я называю сидеть в офисе. В очереди за Майком Эрл Ууден. Его движением руки сначала вращается руль, а потом раскрывается парашют. Майк Эрл в начале гонки. Это уже 11 километров. Вторая трасса это где-то 8 километров. Вместе трассы образуют В-образную форму. Зона впадин граничит с более длинной трассой. Она занимает более километра. Каждые полтора километра отмечены оранжевым флажком. Больше всего для гонщиков значит промежуток между вторым и пятым флажком. Именно там записывается официальное время. Майк хочет достичь примерно 400 километров в час. Это опасная скорость, особенно на такой неровной трассе. Но иначе так трассу не почувствовать. Весь год ждешь этого. Машина Майка не для низких скоростей, поэтому лучше всего она катится, когда ее подтолкнуть. Наконец-то он стартовал. 100 километров в час. 200. Он в зоне измерения времени. Наконец, Майк достигает более 380 километров в час. Достаточно быстро для того, чтобы как следует почувствовать трассу. Я не думал, что мы сможем ехать настолько быстро. Это делает все даже более захватывающим. Мы прибываем сюда на случай, если он загорится, или ему нужна будет какая-нибудь помощь. А теперь час пик. У нас не было времени дать ему мокрую тряпку или воду, потому что нам нужно разворачиваться и быть в конце трассы, готовыми к следующей машине. Эрл Вуден готов, и, возможно, он установит лучшее время на неделе скорости. Это будет ясно через 10 километров. Все выше головы. Возможно, это будет самая высокая скорость. Эрл Вуден. Пришла очередь Эрла прочувствовать трассу. Как далеко он зайдет? Ему нужно начать с 80 километров в час. 10 20 30 40 50 Было неровно, он подскакивал. Это был ужасный старт, правда? Но он был настолько хорошим, насколько это было возможно в данном условии. 10 39 47 Мотор Эрла горит при 456 километрах в час. Но соль слишком неровная, чтобы ехать еще быстрее. Потом что-то пошло не так. Похоже, он горит. Машина дымится, а Эрл до сих пор пристегнут. Ты в порядке? Горит, Эрл? Выходит много дыма. Ты в порядке? Выходи из машины. Эрл, выходи. Выходит дым. Что за дым? Все в порядке до сцепления. Проблема оказывается небольшим глюком в механике. А вот трасса — это большая проблема. Неровная поверхность превратила гонщика Эрла в участника Родео на быках. Трасса слишком неровная. Пять километров машина скакала, как сумасшедшая. Я ехал на третьей передаче. Выше даже не пытался. Я бы все отдал за ровную трассу. Но не всегда так получается. Эрл решает отступить. Эд и Крис продолжают катиться рядом. В ближайшие дни они увеличат пробег на 600 относительно медлительных километров. В прошлом году на неделе скорости мы проехали более чем полторы тысячи километров. Кубики льда. Готово. Хорошо, спасибо. За 20 лет Эд и Крис увидели все самое лучшее и самое худшее, что бывает в Боновилле. Десятки заносов и аварий, в том числе и один из шести несчастных случаев. Каждая из этих машин на большой скорости везла водителя к смерти. Но тех, кто на это решился, это не пугает. Один из таких гонщиков Эд Шедл. Он поедет на своей самодельной ракете. Он хочет ехать быстрее 320 километров в час. Руки Эда должны быть пристегнуты, чтобы было меньше вероятности, что их оторвет в случае аварии. Его голова и шея тоже обезопасны. Самые быстрые гонщики Боновилля напоминают сардин в консервной банке. Готов стартовать? Готов. Это вид изнутри, из машины Эда. Первый километр 280. Эд едет быстрее 282 километров в час. 290. Потом... Все, что может сделать Эд, это вспышка и ветер из-под левого колеса. Он не знает, что произошло, но продолжает путь. Ему нужно, чтобы парашют открылся. Спокойная остановка очень неспокойного заезда. Мы видели, как машину занесло. Да. Я думал, ты сначала вывернул ее. Я не знал, во что въехал. Что-то большое, было столкновение. Что бы это ни было, нам повезло. Да, что-то зацепилось. Видишь, что получилось? Поэтому нам конец. Не часто вы бываете настолько близко к цели и отступаете. Но у Эда нет выбора. Он выходит из игры. Несмотря на то, что трасса неровная, другие ждут очереди проехать по ней. Кит Терк готов ждать часами. Закутаться и ждать с нетерпением. Да, это просто не я. В Алабаме Кит и Тоня Терки поехали на свою свадьбу на красном корвете. Оба участвуют в гонках. Мы оба поставили себе цель на этой неделе. Мы хотим проехать со скоростью 400 км в час. Будут гонки. Наконец, старт уже близко. Только им нужно подождать своего старого друга, Джона Беккета. Кит и его команда ждут, когда Джон отправится в путь. Одно мгновение ока, и Беккет исчезает из поля зрения. Через 8 км его скорость уже 359 км в час, и он готов раскрыть парашют. Но он этого не делает. Эд и Крис несутся к изувеченной машине. За ними пожарные и работники скорой помощи. У нас авария. Вперед! Майк Кук слышит новость по рации и выезжает. Экипажи останавливают гонку на обеих трассах. По трассе валяются обломки. По трассе валяются обломки. Да, спасибо за это. Может, это было столкновение? Может, что-то приостановилось? Джону Беккету 58 лет, и он ездит в Боннавилле 16 лет. Как и все опытные водители, он знал о риске. Сегодня примерно в 3 часа дня мистер Джон Беккет пострадал в аварии, произошедшей на скорости приблизительно 320 км в час. Через какое-то время после несчастного случая он уже не смог сопротивляться травмам, соболезнования его семье и друзьям. Причина несчастного случая расследуется. Объявляется минута молчания. Спасибо. Я знал Джона много лет, и он был моим хорошим другом. Когда испытываешь все эти эмоции, уже не хочется слышать ничего, что не является официальными данными. А когда объявляют официальные данные, просто очень тяжело. На импровизированной пресс-конференции Майк Кук 30 минут стоит молча. Он дает поговорить другим. Часть проблем в любом несчастном случае – это то, что человеческое тело не может выдержать сильных толчков. Мы только можем делать все, что в наших силах, и надевать шлемы. Но если вас пропустят через стиральную машину, вашему телу трудновато придется. При 320 км в час авария его машины, очевидно, была серьезной. Как и в любой гонках мотоспорта, здесь присутствует элемент опасности. Это ничем не отличается от Носкар или еще чего-то. Все гонщики думают о несчастном случае. Трассу очистили, но все все еще думают о несчастном случае. Мы все взволнованы. Это как когда брат или кто-то из членов семьи во что-то ввязался. Вещи начинают казаться более серьезными. Это напоминает всем о том, что это опасный спорт. Майк Кук чувствует груз. Он тоже принял решение. Он выходит из игры. После того, что произошло с Джоном Беккетом, я почувствовал, что моя жена достаточно из-за меня напереживалась. И она очень много расстраивалась. Поэтому я принял решение поставить машину в гараж. И вы должны были видеть, какое облегчение она испытала в тот момент. Привет, как дела? Семья Сьюзен Робертсон все еще волнуется. Привет. Мам, ты нервничаешь? Да, немного. Почему ты нервничаешь? Ну, потому. Мам, почему ты нервничаешь? Нет, я не нервничаю. Думаешь, что-то может случиться? Нет, не думаю. Я думаю, это будет отличный заезд. Думаешь, что-то может случиться? Нет, я думаю, это будет отличный заезд. Нет, мам, не плачь. Понимаешь, говорят, что это очень здорово, когда твои дети могут конкурировать. Но иногда я задумываюсь, так ли это хорошо? Что еще хуже? Сьюзен беспокоится об оборудовании. Это как новый мотоцикл, поскольку мы заменили многие детали на новые, и мы многое с ним сделали. Поэтому я не думаю, что реалистично считать, что первый заезд будет превосходным. Смогу пройти длинную трассу, и не возникнет никаких проблем. Сьюзен стоит в очереди на короткую трассу. Она должна пройти ее, чтобы подготовиться к длинной трассе, где у нее будет возможность показать себя. Ее команда измеряет ее прогресс на слух. При первом указателе ее спидометр показывает 140. Он должен дойти до 200. Второй показатель 176. Потом предупредительный огонек. Сьюзен останавливается, не достигнув желаемой скорости. Просто начинаешь прислушиваться и слушаешь до определенной частоты. Определенная частота говорит о том, насколько быстро ты едешь. А если она говорит о том, что что-то происходит, то на это нужно взглянуть. Машина Кита Терка на длинной трассе, где днем ранее погиб его друг, Джон Беккетт. Сегодня в этой машине два водителя. Тед Вэнс попытается установить рекорд до Кита. Тед доведет мотор до крайней черты. Я собрал мотор, и мы для этого и приехали. Проехать как можно быстрее. В предыдущем заезде Тед проделал полпути к тому, чтобы побить рекорд в своей категории. Это прекрасно! Но чтобы это был официальный результат, нужно посчитать среднее время за два заезда подряд. Проклятый металл. Хорошо, попробуем еще раз. Между заездами организаторы забирают машины. С ними может проводиться только ограниченная работа. Бензобаки опечатывают очень аккуратно, чтобы их содержимое не изменилось таинственным образом. Несмотря на то, что мы участвуем в гонках бесплатно, и несмотря на то, что это большое удовольствие, мы принимаем гонки всерьез. Если кому-то повезло, и он побил рекорд, то он должен отдать машину. И лучше для него, чтобы на бензобаке осталась печать. Пришло время второго заезда, который нужен Теду. Он и Джон Беккетт тоже были друзьями. Вчерашняя трагедия. У всех она в голове длительное время. Но ждать не имеет смысла. Кто-то спросит, в чем вообще смысл гонок? Я думаю, самая главная причина в том, что мы от природы личности склонны к соревнованиям. У Джона Беккетта был ответ. В недавнем письме своей маме он написал цитату «Жизнь измеряется не количеством вдохов, а теми моментами, в которые делаешь вдох». Тед знает, что это означает. Он стремится побить поразительный рекорд 308 километров в час и закрепить свой рекорд. 250 и все быстрее. 280. 300. 350. Наконец, 411. Он бьет свой старый рекорд. Это было немного лучше, чем вчера. Мы еще не взяли всю трассу, но мы очень-очень близко. Мы заведем эту штуку, и Кит сделает на ней все 270. Какое чувство. Спасибо за помощь. А, без проблем. Эта улыбка стоит всего этого. За этим мы приехали. Беккетт смотрит на нас сверху. Да. Вернувшись к месту сборов, Сьюзан концентрируется на устранении преград с помощью последних технологий. Мотоцикл ехал, наклонившись до того момента, когда этот наклон мог повредить мотор мотоцикла. Этим утром я скачала компьютерную программу и обогатила систему топливного инжектора, и теперь она лучше работает. Но это мы испробуем на сегодняшней гонке, и надеюсь, я все правильно прикрепила, и теперь мотоцикл будет ехать лучше, чем вчера. С тех пор, как погиб Джон Беккетт, очередь к старту стала короче. Мы готовы, Сьюзан. Измерительный прибор Сьюзан должен показывать около 320 километров. Но потом снова мигают предупредительные лампочки, но в этот раз она сжимает зубы и продолжает путь. Воздух вокруг нее несется быстро, как ураган. Наконец, Сьюзан добивается своей цели. Начинается головокружение. Красный свет загорелся прямо перед ловушкой. Я подумала, я проеду треть километра и выжму сцепление. Превосходно. Мы сделали то, что хотели. Именно так. Мы попадем в очередь на длинную трассу. Она использует для гонок элементы. На соленой поверхности даже погода движется быстро. Приплывают тучи, и время поджимает. Пойдем вставать в очередь. Да. Хорошо. На счету каждый оборот двигателя, каждый жест, каждое движение. Мы собираемся ехать по длинной трассе. Мы встанем в очередь, будем надеяться, что моему мотоциклу повезет, и мы сможем ехать сегодня. Я действительно на это надеюсь. Так что направляемся к длинной трассе. Киттерк уже там. Теперь для него настал момент истины. Он надеется выжить более 400 километров в час. Благодаря Теду, его механику, это возможно. Эта соль делает хаос из таких электроприборов. Основная проблема найдена и решена. Теперь мотор должен работать как винтовка. Тоня в ужасе. Смерть Джона Беккета, перепуг... Терки, могли мы на этом закончить. Но нет. Джон был нашим дорогим другом. В наших сердцах мы знаем, что Джон точно хотел, чтобы мы это делали. Джон не захотел бы, чтобы я остановился. Мы должны это сделать. Это то, что мы делаем. Мы те, кто мы есть. Эта страсть такая же, как у Джона. Я даже не подумаю отступить. Впереди 11 километров солевой поверхности, которую Кит будет рассекать со скоростью 400 километров в час. Я тебя очень люблю. Я делаю то, что я отчаянно хочу сделать, но в конце дня. Я буду осторожен. Я о вас позабочусь. Я очень обеспокоен. У меня же на борту ценный груз. Я очень обеспечусь. Кит зря времени не теряет. 100 километров в час за пару секунд. Вскоре 200. Потом 300. 380. Киту нужно еще немного. Последний километр. 399. Это 400 километров в час. Он это сделал. Ты меня напугал до смерти. Знаю. Кит спокоен. Еще один такой заход, и он войдет в книги рекордов. И я двигаю. И я двигаю, как... Почему я не могу? Привет. Что происходит? Сегодня мы еще сможем отстоять очередь к вечеру? Нет, нет. К вечеру все готово? Нет. В 5 они не хотят, чтобы в очереди было больше 30 машин, а я думаю, их больше 30. Да и к тому же, посмотри на все это. Да я смотрел на длинную трассу. Нет шансов, даже если останемся здесь до полуночи. Спасибо, Джордж. Всегда пожалуйста. Приятного вечера. Думаю, на сегодня все. Нужно сворачиваться и приходить сюда утром. Но завтра утром мы первым делом будем здесь, и надеюсь, пройдем трассу больше 200. Сегодня никто больше не ездит. Все пытаются спасти свое оборудование. Сейчас единственный побитый рекорд – это быстро передвигающийся перевозной туалет. Такая погода, как эта, может снова наполнить озеро и утопить неделю скорости. Вообще-то дождь может быть для нас подарком, потому что мы собираемся экспериментировать. Когда дождь пройдет, мы будем выравнивать трассу снова и, вероятно, уберем неровные места. Так что это может быть замаскированный подарок. Доброе утро, гонщики! Добро пожаловать! Это пятый день недели скорости в Боннавилле. И, похоже, сегодня день уборки. По всей трассе около пяти сантиметров воды, оставшейся после вчерашней вечерней бури. Дождь на неделе скорости в Боннавилле остановил все, кроме уплывшего фургончика с мороженым. Никто не знает, высохнет ли поверхность. Такие гонщики, как Кит Тёрт, держат кулаки, ему остался лишь один шаг до рекорда. Если сегодня они не поедут, то вчерашний рекорд не будет официально зачтен. Им нужно провести повторную гонку, и это должно быть сделано сегодня. Давай подойдем и оценим, а потом вернемся и позвоним. Боннавилль бывало высыхал всего за пару дней. Но насчет уровня в этом году можно спорить. Довольно много соли соскребли, чтобы разгладить трассу, поэтому появилась канава для воды. Меня поражает, насколько тяжело под водой. На обоих гоночных трассах по 5-8 сантиметров воды. Мы так старались выровнять и разгладить поверхность, что дерн стал виден. Даже сбоку видны эти куски соли. Гоночная трасса полностью ушла под воду. Внимание всем! Это Май Кук. В 8.30 комиссия гонок Боннавилля встретилась и решила отменить гонку. Неделя скорости закончилась. У Сьюзен не будет последней попытки. Это правда разочаровывает. Мы вложили так много человека-часов в это. Нам помогало так много спонсоров. Мы потратили столько времени и вынуждены уйти ни с чем. И кит не поставит рекорд. Нехорошо. Но что делать? Я был здесь в 6 часов утра, несмотря на то, что я на 99,9% был уверен, что гонок не будет. Но тем не менее, я был готов и стоял в очереди на случай, если бы мне сказали да. А теперь разгружаемся и едем домой. Я бы лучше продолжала гонки, но я всегда считала, что ничего не бывает просто так. Возможно, таким образом кто-то говорит нам, что пора нам пока остановиться и подумать обо всем, что произошло хорошего и плохого за эту неделю. Из тех участников, за которыми мы следили в этом году на Неделе скорости, рекорд повел только Тед Вэнс. Том Беркланд закончил так и не начав. Эрл Вуден смог сделать только один заход. Эд Шэддл сошел с пути из-за поломки. Майк Кук прекратил участвовать в гонках после того, как умер Джон Беккетт. Сьюзан Робертсон и Кит Терк были мучительно близко, но погода им помешала. Опытные водители здесь говорят, что для того, чтобы добиться своей цели, нужно около двух минут и двадцати лет. Здесь главная скорость и контроль. Некоторые вещи можно контролировать, некоторые нельзя. Именно поэтому преданные люди так сильно это любят. Природа Боннавилля – это то, что вызывает зависимость к этой соли. КОНЕЦ Продолжение следует...